Сегодня общероссийский день приема граждан в городах и районах республики с жителями встречаются депутаты Государственной Думы и Народного Собрания Дагестана. Первый заместитель председателя Народного Собрания Юрий Левицкий выслушал сегодня жителей Каспийска. В общественной приемной принимает граждан первый вице-спикер Народного Собрания Юрий Левицкий. Обращаются жители республики по самым разным вопросам, решение которых затягивается. Так и Сарафил Шавалов уже как 7 лет ждет ввода в эксплуатацию жилого дома. Он строится по программе «Жилье молодым». Однако строительная компания разорилась и Левицкий решил лично ознакомиться с этой проблемой и поручил подготовить подробное обращение в Народное Собрание Республики. Чтобы мы с Емургом Затовичем могли официально обратиться, как депутаты, может быть вы такое подробное обращение напишите на наше имя, где все изложите, когда начало строиться, куда вы что уносили, что вам обещали, кто обещал. Подойдете, напишите официальное обращение свое, мы вот с Емургом Затовичем обратимся официально. Под тема Давудова одна воспитывает троих детей, один ребенок инвалид. Женщина обратилась с просьбой помочь и оформить в собственности жилье Левицкий. Пообещал взять под контроль решение этого вопроса, а также помочь с трудоустройством одного из сыновей. Обратимся вместе с Емургом Затовичем в главе города, Людмила Петровна администрацию представляет. Они посмотрят, чтобы вы долго не искали, но какой-то наиболее приемлемый вариант, по которому вы чуть-чуть раньше, чем по обычной очереди, можете рассчитывать на получение жилья. Они помогут вам и с оформлением документов, скажут, какие там документы вам надо собрать. Галина Исмаилова и Хадижат Мукаилова, инвалиды второй группы. Заработной платы женщин не хватает ни на лекарства, ни на лечение. Юрий Левицкий обещает оформить их в соответствующее отделение для лечения, а при необходимости отправить в другой регион. В Махачкаре вас положить в хорошее отделение, чтобы вам было, дополнительно вас посмотрели, профессора дали, значит, какое-то нормальное лечение. При необходимости направили куда-нибудь на лечение в другой регион, там, или в Астрахани, или в Ростов, или в Краснодар, или в Москву. Вот это я на себя могу, допустим, взять. Всего парламентарий приняло около 20 человек. По всем опросам принято соответствующее решение. Матя Рамазанова, Селим Таджибов. Время новостей.